Хочу порекомендовать всем сайт, всем майки.ру. Один из лучших магазинов одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. 3D футболки, свитшоты, толстовки и многое другое с принтами на игровую тематику и не только. Переходи по ссылке в описании, делай заказ, вводи промокод и получает меня скидку 10%. Хэллоуин для нас всегда был буржуйским праздником, совершенно непонятным и странным. Это объяснимо тем, что государство у нас православное, а РПЦ не поддерживает Хэллоуин. Да и карнавалы у нас не особо популярны. Но, как и большая часть западных традиций, праздник кануна всех святых понемногу просачивается и в страны бывшего СССР. Буквально вчера я был в одном из самых крупных торговых центров Новосибирска и чуть ли не в каждом отделе висят шарики со злобной ухмылкой, да и собственно сами светильники Джека продаются только в путь. Ну да ладно, ролик-то у нас все же про Fallout, поэтому давайте потихоньку начинать. Приятного просмотра! Правда, без какого-то базиса все равно не получится, поэтому давайте быстренько пройдемся по традициям, да и самим корням праздника. История его начинается аж в 10 веке нашей эры. Вполне вероятно, что Хэллоуин зародился при появлении празднества Самайн. Это праздник, который означал окончание уборки урожая. Длилось все аж целых 7 суток, за которые люди ужирались до свинячьего визга, но при этом традиционно делили собранный урожай, решали сколько скота необходимо зарезать на зиму, а сколько оставить на следующий год, жгли костры, через которые прыгали, таким образом себя очищая. Кстати, в западной части Британии до сих пор на Самайн пекут хлеб в форме рогов, таким образом приветствуя бога зимы. С принятием же христианства Самайн взял, да и наложился на День Всех Святых, который празднуется 1 ноября. Поэтому 31 число октября стало кануном Дня Всех Святых, от английского All Hallows Eve, так и появился Хэллоуин. Традициями Хэллоуина стали облачения в различные карнавальные костюмы, а начиная со средних веков, ряженые стали ходить от дома к дому и выпрашивать сладости. Символом праздника стал знаменитый светильник из тыквы, который пришел также от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. В Шотландии, правда, использовали для этого репу, но вот в Северной Америке ее решили заменить на тыкву, более доступный овощ. Светильник Джека очень популярен и по сей день. И было бы очень странно не увидеть ничего про Хэллоуин в мире игры Fallout. Самое примечательное это то, что Великая Война произошла 23 октября, а это 8 дней до Хэллоуина. Создатели Fallout и Fallout 2 это никак не подвязали в своих играх, ведь масштаб классических частей был чуть больше, чем в современных фалачах. А вот разработчики из Бейфезда очень удачно использовали некоторые образы праздника в своем Fallout 4. На пустошах мы зачастую можем встретить символ праздника, тыкву с вырезанным коварным лицом, да и различные плакатики и надписи тоже зачастую появляются. Это не считая самого сеттинга игры, ведь события Fallout 4 происходят в Содружестве, где есть такое поселение, как Салем. Про салемских ведьм вы можете найти на канале отдельное видео. Здесь же их упоминать не нужно, все и так очевидно. Да, кстати, как и в случае с Рождеством, раз в год Даймонд Сити украшается в понятно что. Если кому-то покажется мало внедренного в игру Хэллоуинского угара, то мододелы тут явно пригодятся. Различные костюмчики ведьм, праздничные шляпы или вот огромная тыква на ножках с пулеметом. Мододелы передают весь дух сумасшедшего праздника. Еще можно вспомнить праздничный скин для комнат Fallout Shelter. Я, если честно, уже не играю в мобильный Fallout, так что не в курсе, можно ли украсить свое убежище вне праздника. Но как минимум на этой неделе вы можете спокойно превратить столовую своего убежища вот в это. Разумеется, где-то в играх серии наверняка находится еще парочка отсылок, но я либо заспада и не вспомнил, либо просто их не видел. Я вот, например, вижу Хэллоуин как минимум во второй части, когда мы приходим на ферму, где распяты кучи трупов, кругом все в кровище и кишках, а оказывается, что все это не настоящее. Никакой отсылки здесь нет, но мои личные ассоциации невольно связывают все это вместе. Если вспомните что-то еще, то обязательно напишите в комментариях. Ну а пока что готовимся к выходу Fallout 76, где наверняка будет что-то хэллоуинское. В лаунчере Bethesda, например, уже можно предзагрузить игру, чтобы пустить в бета-тест сразу по его доступности. Не забывайте ставить лойсы и тыкать в колокольчик. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!